В Чувашии проходит неделя финансовой грамотности. По этому случаю у нас в гостях представитель валютного рынка Московской биржи Данил Кораблев. Данил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Что такое грамотность в общем смысле мы знаем. То есть это умение правильно писать, умение грамотно говорить. А что же такое финансовая грамотность? Во-первых, эти два понятия очень тесно между собой связаны. Потому что финансовая грамотность начинается с общей грамотности. Потому что общая грамотность это не только умение говорить, не только умение правильно писать. Но также умение принимать решения, анализировать ситуацию, делать какие-то выводы. Соответственно финансовая грамотность это примерно то же самое. но только все, что связано с финансами, с экономикой нашей страны, ну, не только нашей страны, но и глобальной мировой экономикой. А зачем все-таки нужны эти дни финансовой грамотности? Вы знаете, нужно просто посмотреть на команду, которая сюда приехала. Что такое финансовая грамотность? Это собрались люди, очень интересные, каждый сам по себе, в отдельности и в частности. При этом они все, надеюсь, я тоже, хорошие профессионалы своего дела. Причем спектры совершенно разные, но каким-то образом связаны с финансами, с экономикой. Это и представители брокеров, и представители банков, и страховые компании. Причем есть же разные страховые компании, автострахование, страхование жизни. Там очень много разных нюансов. К примеру, я и мой коллега, представители биржи, мы рассказываем о биржевых финансовых инструментах и услугах. Предупреждаем от того, чтобы не лезли в пирамиды, в разного рода форекс-кухни. А если уж интересны инвестиции, то на организованном рынке. В общем, самое главное отличие организованного рынка от неорганизованного. Есть регулятор, мегарегулятор Центробанк, которому можно в крайнем случае пожаловаться, и он примет очень серьезные меры. Если посмотреть статистику, она, честно говоря, немножко меня шокирует. Есть такое понятие экономически активное население. Если брать развитые в финансовом смысле страны, допустим, Соединенные Штаты Америки, так вот, среди экономически активного населения почти 50% участвуют в организованном, подчеркиваю, организованном финансовом рынке. В Европе там чуть поменьше, в ведущих странах это в районе 35% населения, которые заботятся о себе, о своих инвестициях, заботятся о своем будущем, планируют сделать хорошую пенсию. Даже в Греции 10%. У нас в стране вот этот показатель меньше 1%. То есть это очень легко посмотреть. В России, по данным Центробанка, 76 миллионов экономически активного населения, а только открыли счета, да, и каким-то образом на организованном финансовом рынке пытаются заняться инвестициями, в районе 1 миллиона человек. Вот это вот тот показатель, почему очень в России нужны вот такого рода мероприятия и любые мероприятия, которые связаны с повышением финансовой грамотности. При этом, позвольте отметить, что за все время существования, вот Россия в экономике была в новых условиях, это с 92-го года, более 50 миллионов человек у нас приняло участие в разного рода пирамидах. У нас каждый год открывается более 300 тысяч счетов в Форекс-кухнях, да. Цифры страшные на самом деле. У нас 8% населения нашей страны игроманы. И все они идут либо вот в Форекс-конторы, либо в пирамиды, либо, вот сейчас, слава богу, закрыли казино, игровые автоматы. Вот каким-то образом, вот так люди развлекались. Поэтому повышение финансовой грамотности безумно важная и интересная задача. И я очень рад, что этим сейчас занялись и на государственном уровне тоже. В нашем регионе вы не в первый раз. Вот как здесь, у нас в Чувашии люди могут проявить свои финансовые знания? Да, не первый раз. Очень надеюсь, что не последний раз. Вот уже договорились с рядом брокеров на, ну, в этом году вряд ли, на следующий год провести ряд обучающих семинаров. Будет большая реклама, естественно. И биржи приложат свои, седли Центробанки, сами вот компании. Причем тут есть и местные брокеры, джипоксарские. Так есть и представительства московских брокеров. Это первое, что хочу сказать. Можно принять участие в такого рода семинарах. Потом, что мне очень понравилось. Вот вчера у нас было мероприятие в Чебоксарском государственном университете. Был полный зал, задавали очень интересные вопросы. Студенты с большим удовольствием слушали. Но в конце подошла группа студентов в главе с преподавателем. Сказали, что, к сожалению, не все смогли прийти на это мероприятие. А тема очень интересная. И мы сразу договорились еще об одном мероприятии. То есть завтра у нас в госуниверситете будет еще одно мероприятие в 17.15. Это первое. Второе. Также вчера у нас была встреча в Сельхозакадемии. Ситуация, по-моему, стучно такая же. Полный зал. Наверное, человек 300 людей пришло послушать. И также после мероприятия подошли два преподавателя из другого вуза. Сказали, что им это очень интересно. И предложили провести мероприятие у них. Так что после завтра немножко сдвинули планы. Конечно, встреча с руководством города. Это всегда хорошо. У вас замечательное руководство. То, как они нас встречают, как здорово общаться с ними было. Но мы приняли решение, что совместно с руководством города, что встреча с студентами, она будет поважнее. Здорово. И там дальше хочется продолжить насчет образования. Вот есть очень интересный проект. Я еще раз напомню, я представляю Московскую биржу. И в рамках Московской биржи существует амбициозный проект. Он только начался. Ему всего год. Школа Московской биржи. А пока это проходит в рамках вебинаров. То есть приходит приглашенный эксперт в разных отраслях. Это не только связано с биржей. Там связано и со страхованием, и с микрофинансами, и так далее, и так далее. И вот идет лекция, записывается. В чате можно задавать вопросы. Потом все эти лекции выкладываются в разного рода соцсети. В основном, конечно, на Facebook, ВКонтакте, Twitter, и на YouTube, естественно. Это тоже как один из вариантов повышения финансовой грамотности, что называется, в оффлайне. Не на мероприятии, когда приезжают, допустим, биржи или брокеры сюда привозят звезду, а именно в онлайне. Ну, в оффлайне. Говорят, что Чуваша все-таки лидер в открытости финансовой сферы. Как вы оцениваете такое мнение? А я с ним абсолютно согласен. Об этом очень хорошо говорят все два примера, которые я привел со студентами. Которые мне особенно нравятся. В последнее время наметилась тенденция. Причем это не только в Москве, но и в регионах. Вот недавно в Викторинбурге тоже самое было. До этого в Челябинске было несколько раз, когда обращаются не преподаватели, не руководители кафедр, деканат, ректор, а сами студенты. Тем или иным образом выходят на, ну, к примеру, в данном случае на меня, в соцсети. Студенты-финансисты? Не только. Не только финансисты. Финансисты, конечно, составляют примерно половину. Ну, это и технические вузы. К примеру, вот две крайних лекции. Это был Московский авиационный институт. Не для студентов экономического факультета, а там были студенты первого-второго факультета. Это двигатели и самолетстроение. Удивительно. И это удивительно, и это здорово. Это меня очень радует, потому что я, к сожалению, в их возрасте, я тоже мои заканчивал, не был таким интересующимся. И это, скажем так, не дало мне тех плюсов, какой удаст им, какие будут у них, когда они вот сами так сделали. Существует мнение, что на бирже играть сложно, и что это какие-то спекуляции. Как вы считаете, так ли это? Первое, что скажу, я очень не люблю слово «играть на бирже». Играют в футбол, играют в шахматы, играют в преферанс, играют в казино. Ну, это какое-то общепризнанное понятие. На бирже не играют. Ну, можно и поиграть, но этот финансовый результат будет плачевным. На бирже работают. А самые успешные трейдеры – это программисты, это математики, потому что это огромный аналитический расчет. Есть там много теорий, стратегий, такого анализа, другого анализа. Биржа – это игра, это не воля случая. Биржа – это действительно огромный расчет. А правда, что из-за этого могут происходить финансовые кризисы, что это одна из причин? Игра на бирже? Да. Я не думаю, нет. Все финансовые и экономические кризисы, они не связаны с игрой на бирже. Это какие-то макроэкономические показатели. Это и политика. В первую очередь, любую экономику определяет политика. Так же, как и любая политика, определяется экономика. Это взаимосвязанные вещи. Нефть, конечно, безусловно, если брать нашу страну, у нас достаточно большая зависимость от нефтегазового экспорта. А вот именно сама игра на бирже и кризисы, они никоим образом не связаны. Биржа в данном случае только как индикатор того или иного кризиса для той или иной ситуации. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам большое за приглашение. Жду приглашения в Чебоксары в следующий раз и с большим удовольствием приеду. А я напоминаю, что в студии программы «По существу» был представитель валютного рынка Московской биржи Данила Кораблев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok